Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о новинках и покупках в косметической сфере моих. Если вам интересно посмотреть, то, конечно же, продолжайте просмотр. И давайте начнем опять-таки с декоративной косметики, потому что для меня лично это всегда самое интересное. Когда я смотрю видео о покупках, мне хочется, да, давайте мне, давайте косметику, а потом уже все остальное. Поэтому давайте начнем с косметики. Первое, о чем хочу вам рассказать, это, наверное, о консилерах. В последнее время я их накупила просто огромное количество. У меня сейчас в обиходе, наверное, штук 5-6, может быть, ну, короче, очень много. Я не знаю, почему мне столько много понадобилось и сразу, но просто многие марки выпускают какие-то интересные консилеры в последнее время. И, короче, мне все хочется попробовать. В общем-то, начну с очень бюджетного консилера от Allie Girl, который называется Pro Conceal. Этот консилер просто взорвал интернет, все им пользуются, все его хвалят, все о нем рассказывают. И я, в общем-то, не исключение, захотела его попробовать. Он выглядит вот так вот, здесь вот такой вот тюбик и наконечник у него из силиконовых таких ворсинок, в общем-то, как кисточка. Как кисточка использовать его практически нереально, потому что они очень качественные, получаются такие мазки, скажем так. Это просто вот сугубо для нанесения. Мне кажется, что если бы они сделали носик, было бы даже, наверное, лучше. Что касается самого консилера, у меня это, кстати, оттенок Classic Ivory, это самый светлый. Я знаю, что очень популярен в оттенке Natural этот консилер, но я взяла Classic Ivory, и я не пожалела, потому что он такой вот немножко с персиковым подтоном. И отлично он ложится как в зону под глаза, он достаточно легкий для этого. И также, в принципе, им очень красиво получается делать какое-то легкое контурирование на лице, высветление определенных зон. В общем-то, да, Classic Ivory мне этот очень понравился. Что касается самого консилера, кроющая способность у него не очень большая. То есть это консилер сугубо для такого ежедневного использования. Там чук-чук-чук под глаза нанес, растушевал, все отлично и пошел. Там, может быть, какие-то зоны высветлить на лице немножко. Это тоже очень классный продукт. Он стоит очень недорого. Он 2,99 стоит на Beauty Joint и с 20% скидкой, которую я предоставляю через Simplum, если вы будете заказывать, то там 2 с копейками получается. В общем-то, очень-очень бюджетный продукт. И действительно стоит того, чтобы заказать, потому что вот аналогов такой же ценовой политики я даже, наверное, и придумать не смогу. Очень неплохой продукт за свои деньги. На каждый день вот просто палец вверх ему. Но для какого-то профессионального, скажем так, для какой-то профессиональной работы, наверное, это будут выкинутые деньги. Потому что он недостаточно плотный, недостаточно перекрывающий. И вот как-то так. Еще один консилер, который я заказала тоже на Beauty Joint, опять-таки это новинка от NYX. NYX в последнее время, я уже говорила, меня очень поражает тем, что они выпускают, насколько все удачно, насколько все как-то именно в тему. Поэтому, в общем-то, тоже палец вверх, пускай они продолжают в таком же духе. В общем-то, что это такое? Это консилер от темных кругов под глазами, который так и называется Dark Circle Concealer. И у меня это цвет Light. Выглядит он вот так вот, это такая небольшая баночка, в которой всего 2,9 грамма. И этот консилер отличается тем, что у него действительно вот такой вот правильный подтон. Это такой персиково-светлый подтон, который очень хорошо перекрывает синяки под глазами. Что касается качества этого консилера, то, опять-таки, у него плотность средняя. То есть, если у вас какие-то очень серьезные темные круги под глазами, эта штука, скорее всего, вас не спасет. Но если у вас такой легкий недосып, легкая усталость, какая-то такая вот противная синевая серезна такая под глазами, то это вполне может быть вашим продуктом. Очень легко наносится, легко растушевывается. Единственное, из-за того, что он вот такой вот кремовый и очень так легко тает на пальцах. Я когда пальцем наношу, он как будто словно вот начинает таять. И когда вы наносите, он легко растушевывается, но его надо обязательно чем-то закрепить потом. Потому что из-за тепла кожи он может вот так вот и продолжать таять на вашей коже. И выглядит это вот как немножко такой влажный эффект. И в то же время, если его ничем не закрепить, он может скатываться в морщинки. Поэтому в плане перекрывания каких-то легких синяков под глазами он справляется отлично, но обязательно нужно его перекрывать. Иначе он будет ползти и будет, и даже если не будет ползти, будет очень таким вот влажным выглядеть под глазами. И это, мне кажется, не очень красиво смотрится. Наконец-то я тоже не выдержала. Я заказала себе тоже румяна от Milani, который называется Baked Blush. И оттенок луминоса. Сколько уже об этих румянах рассказывают, я, наверное, даже не пересчитаю. Очень многие хвалят эти румяны. И после того, как Ники, Ники Туториалс, хвалила эти румяны, я уже думаю, ну все, все, вот все. Это просто финальная жирная точка. Мне точно надо купить эти румяны. Потому что она, если вы не знаете, кто это, это блогер из Дании, по-моему, или откуда-то, в общем-то, из скандинавских стран. И она очень-очень светлая. И на ней они выглядят действительно очень классно. Они ее освежают, они красиво смотрятся. И, в общем-то, я решила, что она такой финальный был решающий шаг к этой покупке. Заказала я эти румяны. По качеству они действительно очень неплохие. Это такой золотисто-персиковый оттенок, который отлично выглядит, отлично растушевывается. Но я вот все-таки не считаю, что они мне идут. Вот персиковые румяны считаются одними из самых универсальных по тону. Считается, что персиковые румяны практически не могут испортить ни одно лицо. Но в то же время на мне как-то они не очень нравятся. Вот я считаю, что если вам не нравились до этого персиковые румяны, то 100% не берите. Если персиковые румяны это то, что вы любите, то, что вы всегда покупаете, то 100% обратите внимание на эти румяны. Потому что они очень красиво выглядят. Но вот только не на мне. На всех остальных они красиво выглядят, на мне почему-то не очень. Но, в общем-то, вы поняли. Если нравятся персиковые румяны, обязательно к ним присмотритесь. И давайте теперь перейдем к уходу. Заказала я тоже себе вот такой вот крем от Michael Todd. Это дневной крем, который называется Liposom Antioxidant Moisturizer. Короче говоря, это хороший увлажняющий такой вот дневной крем. Я заказала его в такой вот мини-версии, потому что мне не захотелось сразу раскошеливаться на полноразмерную версию. Вот в этой миньке 40 мл. Зачастую в полноразмерных кремах 50 мл. Мне показалось, что 40 мл это будет более чем достаточно для того, чтобы его распробовать. И я ни на секунду не пожалела, что я его заказала. У меня уже полбанки нет, я уже активно им пользуюсь. Очень классный увлажняющий крем для тех, кому в районе 30 лет. Для тех, кому нужна не просто там какая-то анти-акне, анти-шайн. Анти-шайн, кстати, он абсолютно не делает. После нанесения этого крема кожа блестит минут 20 точно. Вот именно действительно сильно вот так вот блестит жирным блеском. Но для тех, кому нужно именно хорошее увлажнение, хорошее питание кожи, очень понравится. Потому что классно увлажняет, классно выравнивает текстуру лица. Очень мне нравится вот эффект, который создает этот крем. На него, кстати, все тональные средства, вот вся косметика отлично ложится, ничего не плывет. Хотя кажется, что вот он такой вот очень, как это даже сказать, влажный финиш на лице делает. Сразу после него я могу нанести тональную основу, там пудру, всякие румяна, тени. Короче, ничего не плывет с моего лица. Очень-очень-очень мне нравится. Здесь написано, что это успокаивающий крем, увлажняющий, который сделан на основе органических ингредиентов. Используют липосомы. Липосомы, я не знаю точно, что это такое. Ну, короче говоря, это очень классная штука, защищающая от преждевременного стояния. Антиоксиданты тоже в ней находятся. В общем-то, мне кажется, что для 30 чуть-чуть плюс, чуть-чуть минус, это отличный дневной крем. Присмотритесь, Майкл Тодд это офигенная просто марка действительно работающих продуктов. В общем-то, обязательно присмотритесь к этой марке, если вы заметили, что что бы вы ни мазали на лицо, абсолютно никакой разницы нет. Майкл Тодд вот 100% сделает разницу. В последнее время меня часто спрашивают, что я делаю со своими волосами, почему они вот такие вот живые, струящиеся, хорошо лежат, много объема. В общем-то, я считаю, что это благодаря вот этим двум средствам. Первое это термозащита от Брелил из серии Unique Care Ultra Lease Spray. Очень классный термозащитный спрей. Легкое такое распыление у него совсем. Вот сейчас вот вам покажу. Не знаю, как это было видно или не было видно. Но, в общем-то, большую область сразу он захватывает в плане распыления. Ложится легкой вуалью на волосы, абсолютно не утяжеляет. И действительно помогает после того, как вы часто используете какие-то средства для укладки, будь то утюжок, будь то плойка, будь то просто фен. Волосы убиваются очень быстро. Но если вы используете регулярную термозащиту, действительно есть разница. Я ее заметила. И последнее средство, вернее, не последнее средство, а следующее средство, о котором хочу тоже упомянуть, это Шантун взрывной объем спреи с экстрактом фрукта. В общем-то, этот спрей наносится на корни. После того, как вы помыли волосы, наносите вот так вот по голове на корни. Единственное, не перепорщите. Если слишком много нанесете, то появится такое вот как склеенное чувство, такое немножко грязной головы. Но если нанести немножко, буквально, я не знаю, 5-6 пшиков максимум на всю голову, то появляется вот такой вот очень классный объем, который долго держится. В общем-то, пару дней 100% держится. Ну, там, кто как моет волосы, в общем-то, я мою раз где-то в 3 дня. Поэтому первый-второй день очень классно. На третий уже так чуть-чуть волосы падают. И вот стоит сделать вот так вот немножко, вот их поелозить. И появляется снова этот объем. Он очень естественно красиво лежит. И, в общем-то, да, я этими средствами очень довольна. Последние две покупки у меня были для ногтей. И это инструменты для маникюра. С моими инструментами для маникюра случилась беда, потому что они лежали в такой вот коробочке, которую случайно Сэмик сбросил с дивана, когда она там стояла. Я сначала думала, что все нормально, ничего не испортилось. Но потом я посмотрела на вот такие вот щипчики и поняла, что у них вот эти вот, ну, сами режущие ножнички, одна из них вот так вот загнулась, и все, они уже перестали работать. Предыдущие мои щипчики тоже были от Сталикс, поэтому я решила тоже искать внутри этой же марки. И я взяла вот такие вот, которые номер у них, сейчас скажу, К01. Это очень-очень-очень острые щипчики, которые действительно вот буквально чуть-чуть вы ими цепляете, и они режут просто вот, я не знаю, как скальпель. Очень мне нравится вообще фирма Сталикс для маникюрных, как бы, инструментов. Мне кажется, что это отличная просто покупка, потому что предыдущие мои щипчики у меня прожили, ну, года 3-4 точно. Если бы Сэмик их не сбросил с дивана, они бы еще, наверное, столько же точно прослужили. Сталик сделает свои инструменты вручную, ручная заточка, в общем-то, очень я осталась довольна этими щипчиками, и тоже я еще купила себе такие маникюрные ножницы, которые слегка вот так вот загнутые, не знаю точно, как они называются, но, короче, это номер N01. Это такая острая зараза, вообще я ими боюсь иногда пользоваться, потому что они вот, если уже врежутся в кожу, то уже придется резать до конца, потому что очень они острые, очень как-то легко хватают кожицу, обрезают все, что нужно обрезать, в общем-то, да, если вам нужны какие-то маникюрные наборы, маникюрные инструменты, обратите внимание на марку Сталикс, я ими очень довольна, и думаю, буду расширять потихоньку свою коллекцию, еще что-то из этой серии присмотрю. Ну вот, в принципе, и все, надеюсь, что вам понравилось это видео, если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их внизу в комментариях, я постараюсь на все ответить. В общем-то, на этом буду заканчивать, ставьте мне лайки обязательно, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся тогда с вами в следующем видео. Пока!